Во-первых, рад всех вас видеть в этом зале, видеть знакомые лица, незнакомые лица. Вчера, пока добирался из Серафимовича по вот этой стиральной доске, в какой-то момент подумал, что я вообще тут делаю. Ночь из стиральной доска, что меня тянет? Мне интересно было самому себе дать ответ. Это некое чувство единения, которое периодически нас собирает. Не знаю, вы задумывались об этом или нет, я задумался. Я задумался, потому что, хоть многих и не знаю, но мы собираемся здесь, потому что нас тянет, как семью, как большую семью. Как большую семью, которая оказалась еще и в большом корабле. И где-то она штормит, хоть у каждого есть своя маленькая семья. Но мы собираемся для того, чтобы общаться, делиться опытом, где-то кого-то поддержать, где-то там услышать, где-то поделиться. Это действительно здорово. Я благодарен лошадке Гириопакс Александру Алексеевичу и издательскому дому «Крестьянин» за возможность нам вот так собираться. Но сейчас по делу, чем мы можем быть интересны вам. Мы – компания, занимающаяся агрологистикой. Мы – компания, которая производит технику для этой самой агрологистики. Я хотел бы сфокусировать ваше внимание на те возможности, которые теряются, огромные возможности. И показать, каким образом вот эти возможности можно использовать для практикующих фермеров, для хозяйств. Потому что это возможности колоссальные. Я там доклад свой обозначил, что можно себестоимость понизить до 5 рублей. Я немножко ошибся. До 4 рублей можно понизить себестоимость. И в этом случае вот эти все качели ценовые, которые случаются, они могут быть не настолько страшны. Почему? Потому что вы от края пропасти очень серьезно можете отойти. Если очень хорошо, вы в шоколаде. Если очень плохо, вам очень даже комфортно. Попробую все это показать для того, чтобы представление появилось в том числе и визуализированное. Высокие цены, они могут быть, могут не быть. Хорошая погода, она может быть, может не быть. Это факторы, зависившие от нас. А вот технологии, которые мы можем выбирать, они зависят от нас. Александр говорил насчет уборки. Это одна из тем. Это одна из больных тем, где требуется большое количество ресурса и где теряется большое количество денег, если мы не успели вовремя убирать. Риски очень высокие. Почему высокие? Потому что во время уборки каждый день передерживание вот этой уборки приводит к берегу денег. Вы уже посмотрели на поле, как организована треузвельная уборка. Я, к сожалению, не был на поле, не знаю. У вас уборка безостановочна, Александр Алексеевич? С остановкой. Здесь было бы интересно посмотреть, как безостановочная уборка происходит. Комбайн во время уборки не должен останавливаться для того, чтобы выгружать. Почему? Потому что это приводит к существенному увеличению производительности комбайна. Комбайн не теряет ни минуты на выгрузку, ни минуты на ожидание, ни минуты на запуск или остановку молоделки. Это приводит в среднем к увеличению производительности на 35-40%. А что это дает, если мы смотрим с точки зрения объединения данного фактора с потерями урожая? Мы смоделировали, как идет уборка созреванием. Обратите внимание, каждый день созревает какое-то количество полей, которые будут уборку. Для данного примера, это мы показали в течение 6 дней, с 1 по 6 июня, созревание культур происходит. Вот здесь, с 1 по 6. Созревание культур происходит с одновременным процессом уборки. Крашеное, темный цвет, это убранное зерно. Для данного примера, уборка заканчивается аж на 24-й день после старта. Для данного примера, мы убираем с той возможностью, с которой можем убирать. И что происходит, если мы убираем через 24 дня? При условии, что зерно подошло в течение всего 6 дней, по 1000 гектар на каждый день. Это имитационная модель. Обратите внимание именно на имитацию. В этом случае происходят потери. И потери происходят по трем основным процессам. Это потери влаги. Это потери на самосыпание. Это потери на истекание. Что произойдет, если мы исправим эту ситуацию, ускоряя работу комбайнов процентов на 40? И в этом случае сократим время уборки, сократим, соответственно, размер потерь. И вот самое интересное, что произойдет, если мы стартовать сможем на несколько дней раньше уборку? Не тогда, когда зерно уже созрело, дошло до 14%, а, скажем, на 5-6 дней раньше. Мы сдвинем старт уборки. В этом случае, к сожалению, тут у нас все-таки там аппаратура, давайте бы знать. В этом случае мы даже не зайдем до стадии потерь. У нас возникнет другая проблема. Возникнет проблема, а что делать с влажным зерном? Пока запишем себе памяти с влажным зерном, есть технология, как решать вопрос. Мы в этом случае уйдем от потерь. И это будет уже нулевая потеря. Я попробую на этой диаграмме показать, о каких цифрах вообще идет речь. Мы можем терять, для данного примера, на 30 тысячах тоннах, 3370 тонн, убирая за 24 дня. Мы можем ускоряться с помощью бункеров-перегрузчиков, и потеря будет полтора тысячи тонн, и уже в шоколаде. А мы можем обнулять, по сути дела, до 160 тонн, потерю допускать, это арифметическая погрешность, если мы стартанем на 5-6 дней раньше. А можно было бы иначе сокращать эти потери? Ну конечно можно, техника нужна. Для первого случая нам необходимо было покупать техники, слушайте, я уже начинаю злиться, не получается у нас. А в первом случае нам необходима была техника бы 3 комбайна дополнительно добавлять. Это через имитационное моделирование. И это потребовало бы совершенно других денег. Во втором случае нам потребовалось бы 5 комбайнов добавлять. И это потребовало бы совершенно других денег. Я по цифрам могу вспомнить. 3 комбайна по 28 миллионов, это 84. 5 комбайнов по 28 миллионов, это 140 миллионов. Разница, к счастью, видна. Экономия на инвестициях получается 66 и 110 миллионов. Что значит экономия на потерях? Мы перевели его в цифры. Потери при обычной традиционной системе на этих 30 тысячах гектарах составили бы вот такую большую цифру, 56,5 миллионов. И дальше я пролистаю, чтобы вы посмотрели, каким образом меняются эти потери, если мы превращаем эти потери в ноль. А что значит исключать потери? Это трансформация этих потерь в прибыль. Вот эта зеленая зона, которую вы видите, это прибыль, это та укушенная выгода, которая теряется просто потому, что мы его не подбираем. Во время посева мы теряем время, не успеваем вовремя сеять, мы теряем зерно. Но я даже не об этом. Я о том, что посевные комплексы при традиционных системах организации процесса теряют время на ожидание на загрузку. Вот типичная картина. 45 минут загружается селка для того, чтобы 100 минут посеять. Работает селка полдня. Почему? Потому что ночную смену организовать из-за отсутствия людей – это очень сложная задача, далеко не каждому удаются. Вот вторая картина. Если мы используем другую технологию загрузки посевных комплексов, загружаем с помощью бункеров-перегрузчиков, то мы в этом случае максимум 8 минут теряем на загрузке посевных комплексов. И второй момент. Мы с помощью бункеров используем то же самое количество механизаторов, но меньшее количество посевных комплексов в состоянии работать круглые сутки. Результат – результат 180 гектаров или 480 гектаров выжатого посева с одного посевного комплекса. А сколько стоит сейчас посевной комплекс? Наверное, надо немножко дальше там идти. Сопоставим, что значит в цифрах. Мы визуализировали один процесс. Сколько требуется посевных комплексов, автомашин для обслуживания и погрузчиков для подачи посевного материала. И сколько людей требуется, которых тоже надо где-то найти, механизаторов и водителей. И второй процесс. А что произойдет, если мы организуем безостановочную работу, трехсменную или двухсменную, круглосуточную? Нам достаточно замену сделать, вместо трех посевников поставить один. Вместо шести автомашин поставить одну. Вместо шести механизаторов поставить двух механизаторов. Всего одного водителя и двух человек. Я их называю там человек с палкой, который ночью просто будет стоять или днем будет стоять и охранять, чтобы никто к этому посевному материалу не подходил. А в инвестиционном плане это вообще картина. Вот этот пирог, посмотрите как меняется в зависимости от того, какую технологию выбирают. Это же сокращение гигантское. Это на 70% снижение инвестиций там, где сейчас вы тратите. То есть это на 70% снижение амортизационных затрат. Хранение. Я рад был услышать, что Элёпакс уже начал хранить зерно в рукавах. Александр Алексеевич поделился, что 60 тысяч тонн уже сохранили в этом году. Это технологии, которые позволяют решать проблему хранения за суши и пустяки по инвестиционным затратам. Цифры сами по себе говорят. Это снижение инвестиций на этот объём от 160 миллионов до всего 12 миллионов. И решение проблемы. Это хранение в пластиковых рукавах, я забыл сказать. Что даёт хранение в пластиковых рукавах? Помимо того, что он решает вопрос сохранности зерна, он позволяет также отслеживать динамику после уборочного дозревания зерна и использовать вот это самое дозревшее зерно, вот это изменение качества для выкачивания оттуда денег. Наверное, ничего нового не скажу. Зерно проходит после уборочного дозревания. Только невозможно отследить в огромных буртах, как меняется это 1-2% клейковины. А здесь возможно, потому что здесь не происходит процесса самосортировки. Это премиальная часть, которую можно поднимать у правильного средства. Что происходит, когда вы зерно отдаёте на элеватор? Элеватор принимают в рамках класса и группы. И выдаёт также. Вы можете отдавать клейковину 21, а получать клейковину 18. И претензии не могут быть. А вы можете заложить рукав клейковиной 21 и получать 23. Это уже разные цены на рынке. И вот эта дельта, которая образовывается, она образовывается под вашим контролем. Она может образоваться под контролем вас, если у вас есть эта технология. И над этим тоже стоило подумать. А что это даёт с точки зрения эффекта, чуть позже я скажу. Вопрос хранения зерна, влажного зерна, возвращаясь обратно к тому, что до этого сказал. Хранение влажного зерна нужно организовать в пластиковых рукавах. И это делают многие наши клиенты. 20-22% это не проблема. Хранить на 2-3 месяца это не проблема. Пару процентов теряется в самом рукаве за счёт испарения влаги внутри рукава. Просто понижается влажность зерна и повышается влажность воздуха. А вот если у вас есть технология миксования зерна, вы имеете возможность использовать вот это увлажнённое зерно из рукавов, сохранённое увлажнённое зерно, миксование и получение за счёт него источника увлажнения пересушенного зерна. У вас идёт процесс сушки без применения сушилки. Двухсекционные бункера, перегрузчики, лилиани, они решают эту задачу. В одной секции засыпается одно качество, в другой секции другое качество, как по кликовине, так и по влажности. И во время выгрузки происходит дозирование, смешивание зерна. Мы изучаем три качества. Это третье качество, то, которое хотелось бы получать. 30% одного зерна, а другого. 50 на 40, 50 на 50. И это даёт возможность получать сушку без сушилки. Это даёт возможность вернуть обратно потерянную влагу. Это даёт возможность использовать лучшее качество зерна, как улучшитель, для того, чтобы худшее качество потянуть до необходимой цены. Премия за влагу и премия за качество может составлять 27,6 миллиона. Из тех же 30 тысяч тонн можно затянуть ещё дополнительно такой эффект. Разбрасывание зерна, потеря времени на загрузку разбрасывателя порой доходит 30%. Мы можем разбрасыватель загружать всего-навсего за 3% этого времени. Одна минута загружается с помощью бункера-перегрузчика. Тот же самый туман. Вопрос создания сложных удобрений. Сложные удобрения создаются с помощью или тука-смесей, если кто-то применяет и знает об этом, или покупаются. Так вот, мы приспособили бункер-перегрузчик двухсекционный для того, чтобы создавать сложные удобрения. И это что даёт? Это даёт возможность кастомизированно подойти к созданию удобрения для тех или иных полей. И это даёт возможность не засолять поля, потому что если не требуется чего-то добавлять, то мы его не даём туда. Это даёт возможность снижать себестоимость на удобрениях. Это существенное снижение себестоимости. Порядка там 30-40%. Если мы говорим про... Дайте мне две минуты. Если мы говорим про операционные затраты, то здесь тоже происходит очень серьёзное снижение. Это сокращение зарплат, это сокращение ГСМа, это сокращение затрат на запасные части, это сокращение на ремонт и на техническое обслуживание. Суммарно это составляет тоже 32 миллиона. А сейчас давайте посмотрим пирог, который у нас образовывается в виде всего этого, когда мы всё вместе собираем. У нас инвестиционная часть сокращается раза в 5. Что означает 550 миллионов сокращается за 118 миллионов. Это означает, что мы 427 миллионов просто потеряли. И давайте мы соберём вот этот весь пирог из разных-разных эффектов, которые здесь есть. Получается экономия суммарно на 180 миллионов. Ребята, на 30 тысяч тонн зерна 180 миллионов получают дополнительную прибыль. Что это означает? Это означает снижать затраты на одну тонну на 6 тысяч рублей. Из 10 тысяч, которая сейчас для многих является уже нормой, сокращать аж до 4 тысяч рублей. Вот 10 тысяч рублей. Если цена зерна 11 с сосиской, это, конечно, хорошо. Мы 10% получаем хоть рентабельность, а мы не в минусе. А что происходит, если у нас цена опускается в 8 рублей, как сейчас? Те, у которых себестоимость 10, они уже в минусе 2. И как долго они потянут? А те, которые там имеют себестоимость 4 рубля, они в шоколаде, потому что у них уже 100% маржинальности есть. Мы в этом году взялись за создание учебных центров в вузах России. Первый учебный центр уже запустили в Саратове, в Саратовском университете, в Аверовском университете. 53 вуза запланировано. 53 вуза. Мы создаем учебные программы для того, чтобы ломать сознание нас с точки зрения технологий. За технологиями будущее. Спасибо, что дали возможность. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok